Ребята, всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как зарегистрироваться и войти в чат-бот ChatGPT из России. В связи с ситуацией в мире у этого процесса есть свои тонкости, и сегодня я расскажу, как с этим всем разобраться. Уверена, что вы уже не раз слышали, что такое ChatGPT. Это крутой чат-бот, который имеет много всего интересного. Он может отвечать на ваши вопросы из разных областей, например, наука, спорт, кино, музыка и так далее. Также он может писать тексты и сценарии по вашему запросу. Еще он может анализировать разные сайты по вашему заданию и делать какие-то выводы на основании информации сайтов и может переводить тексты. По моим впечатлениям, ChatGPT похож на очень крутой и продвинутый поисковик, который проанализировал и систематизировал данные с разных сайтов и без воды выдал вам готовый вывод на их основании под ваш запрос. Все это он делает в форме, приближенной к человеческой речи. На этом теории, я думаю, достаточно. Предлагаю вам самим попробовать, что это такое. Давайте я расскажу, как это сделать. Первым делом нам нужно зайти на сайт openai.com и найти trychargept. И нам нужно создать аккаунт. Нажимаем sign up. В первую очередь нам нужно ввести имейл. И имейл должен быть с зарубежным доменом, например, с gmail.com, потому что российские домены здесь работать не будут. Вводим имейл и нажимаем continue. Далее придумываем пароль. Снова нажимаем продолжить. Кстати, важный очевидный момент, который я немножко упустила. У вас обязательно должен быть включен VPN. Вот. Теперь нам нужно подтвердить имейл, перейдя по ссылке из письма на почте. Так. Вот мы перешли по ссылке. Теперь нужно ввести ваше имя и фамилию. И теперь самый неудобный момент для России – это подтвердить номер. Российский номер здесь не сработает. Но зато можно использовать сервис с виртуальным номером и верификацией по нему. Для верификации я буду использовать сайт sms.activate.org. Вчера я его уже тестировала два раза и сегодня сделаю это снова. Здесь надо зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована. Вот. Сразу же рекомендую пополнить баланс где-то на 100 рублей. Потому что если вы будете использовать бесплатный номер, чат GPT скорее всего покажет вам ошибку, то что этот номер уже много раз использовался. Поэтому, чтобы не тратить свое время, я рекомендую сразу же пополнить баланс и купить платный номер. Это будет стоить в районе 50-100 рублей. Итак, я пополнила баланс на сайте. Теперь нажимаем «Сервисы», находим «Open AI» и выбираем страну. Вчера я два раза выбирала Австрию и сегодня я снова выберу ее. Потому что если, например, выбрать очень дешевый номер, то чат GPT снова может выдать ошибку при регистрации. А если выбрать номер подороже, то вероятность, что он сработает больше. Нажимаем картинку справа и видим вот такое окошко. Теперь вот этот номер нам нужно скопировать и вставить на сайте чат GPT. Находим Австрию, вставляем номер и удаляем в начале 43. Вот, отправляем код и снова возвращаемся на сайт sms-activate и видим статус «Ожидает смс» в течение ближайших. Так, вот код появился и мы вводим его на сайт чат GPT. И вот мы попали в сам чат. Теперь вы можете его использовать, создавать разные чаты под разные темы. И в дальнейшем номер вам уже не пригодится. Только имейл и пароль. Спасибо вам за просмотр. Буду рада вашим комментариям, лайкам и подпискам. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok